Русская Германия, Германия, как Штайнмайер стал Макроном Русская Германия, Германия 9 октября 2019 года На прошлой неделе новостная лента взорвалась сенсацией, Украина подписала в Минске формулу Штайнмайера Многие украинские телеканалы прервали вещание, чтобы показать 13-минутный брифинг президента Зеленского Он подтвердил, формула Штайнмайера действительно подписана представителем Украины в трехсторонней контактной группе, экс-президентом страны Леонидом Кучмой Две другие подписи поставили те, с кем Украина пять лет не позволяла себе официально оказаться за одним столом, представители непризнанных гособразований, Донецка и Луганска Теперь, выходит, их признали? Президент Зеленский постарался обойти эту часть темы Он сказал, что пресловутая формула Штайнмайера много лет была политической страшилкой И вот теперь призрак, это уже не Зеленский, раскрыт, дезавуирован и больше никого не пугает А главное, еще в этом году состоится встреча так называемой Нормандской четверки Дело в том, что без решения формулы Штайнмайера ни Путин, ни Макрон Нормандит не соглашались Да и Трамп в Нью-Йорке поотечески посоветовал коллеге Зеленскому, решите с Путиным ваши проблемы После этого у молодого президента Украины не оставалось больше никакого хода, кроме сдачи Штайнмайеру Теперь президенту ФРГ достается на орехи на каждом патриотическом украинском углу Его клеймят за зраду Украины, несут Германию по кочкам и пишут в блогах Мол, предатель этот Штайнмайер, шредеровский и путинский прихлебатель И этот фиг всю неделю набирает виртуальную силу Самое интересное в этой истории, что никакой формулы Штайнмайера за пределами русско-украинского информационного пространства до прошлой недели не существовало Да и сам Франк Вальтер Штайнмайер, президент Германии, на такой позывной никак не откликался Потому что формула Штайнмайера, это своего рода мираж, фантом, фольклорный миф Ее нет и не было А что же было? Давайте дадим слово первоисточникам В 2015 году в Париже, во время встречи Нормандской четверки После четырех часов переговоров участники встречи поняли, что по некоторым пунктам согласия нет Они сошлись на том, что проводить выборы на оккупированных территориях Выборы в ЛНР и ДНР прописаны в Минских соглашениях, можно только по законам Украины Лидеры четырех стран вышли из комнаты переговоров Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер сказал Через 90 дней после того, как Верховная Рада примет закон о выборах и его подпишет президент Должны состояться выборы на оккупированных территориях Никакого текста или соглашения по этой формуле не написано, ни подписано не было Но министр иностранных дел Украины сказал в телекамеры следующее Формула Штайнмайера действительно существует Более того, она есть у меня, в этой желтой папочке Это документ, который подписали два министра иностранных дел Штайнмайер в Германии, который сейчас федеральный президент А был в то время министром иностранных дел И министр Фабиус, который был министром иностранных дел Франции Так тоже искажают факты Будем мягче к украинскому министру Все же он дипломат, обязан уметь выдавать желаемое за действительное А действительность такова В 2016 году, очившись подтолкнуть Минские соглашения к движению Оба министра, немецкий и французский, сочинили электронное письмо В котором пересказывался ночной разговор в Париже И отправили его в Киев Этот документ, вероятно, и лежит в папочке украинского дипломата Много лет о нем никто не вспоминал По крайней мере в контексте формулы Штайнмайера Если уж ценить авторские права То следовало этот мираж назвать формулой Штайнмайера-Фабиуса Впрочем, осуществить этот утопический план президент Порошенко был невластен Если бы даже захотел, Рада никогда, ни за какие цукерки такую из Раду не проголосовала бы Но теперь другие времена У Зеленского полный контроль над парламентом Оценив этот факт, в середине сентября президент Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Макроном сказал Что условием проведения саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции станет предварительное фиксирование этой самой формулы Штайнмайера на бумаге С этого момента президент Фаргей попал в переплет Сам того не ведая Но если на чистоту, то авторство формулы следует передать Макрону С тех пор, как канцлер Меркель летом этого года несколько отстранилась от украинско-российских проблем Президент Франции надел в этом вопросе желтую майку лидера Он выступил перед послами Франции с эпохальной речью В которой призвал их Европу не толкать Россию к Китаю, а прижать к широкой европейской груди Европа исчезнет вместе с уходом в прошлые западные эпохи И мир будет выстраиваться вокруг двух больших полюсов, США и Китая, сказал послам Макрон На этом месте послы, возможно, всхлипнули Хотя лично мне кажется, что флаг Франции как великой мировой политической державы Закопан в поле у бельгийской деревни Ватерла, где британцы случайно победили Наполеона Как говорится, поздно пить авиан Но вернемся к Украине, поздним летом президент Макрон, следуя своей новой стратегии, решил заполнить Парижем в Восточной Европе ту пустоту, которую оставили отступившие Берлин, Лондон и Вашингтон И взялся за минские соглашения всерьез Не случайно прямо на похоронах президента Ширака Макрон нашел время, чтоб сообщить о достигнутом в Минске прорыве Реально это его успех? Конечно, вместе с Зеленским и Путиным И после похорон российский и французский президенты этот успех вербализировали Так что к президенту Германии мифическая формула больше отношения не имеет Будет ли участвовать канцлер Меркель в заседании нормандской группы? Вероятно, да Пока я не вижу причин для ее неучастия Как и не слышу даты встречи Станет ли в итоге согласование формулы Макрона, Штайнмайера, Фабиана меньше войны, крови и хаоса на востоке Украины? Хотелось бы верить Хотя ни от кого из троих это совершенно не зависит Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ